3 августа 2023 года умерла Ирина Мирошниченко. Одна из красивейших и талантливых советских актрис. Всегда в форме, до последнего энергичная и позитивная. Роковая блондинка, с нездешней красотой. В которой Тарковский когда-то угадал библейский тип и открыл ее как киноактрису. Ирина Мирошниченко умерла на 81-м году жизни. Перед этим актриса попала в реанимацию. Родители Ирины Мирошниченко родились и выросли в Москве. Детство будущей актрисы тоже прошло в столице, а вот появилась на свет она в Барнауле, в эвакуации. Мама и сама мечтала стать актрисой. И даже брала уроки актерского мастерства, но ее жизнь сложилась иначе, до пенсии она проработала ведущей в Москонцерте. Папа Ирины был вторым мужем Екатерины Мирошниченко. От первого брака отца у Иры был старший брат. Жили они в Москве. Мама быстро заразила дочь своей любовью с драматическому искусству, а та с удовольствием внимала. Ирина мечтала о музыке, в частности ее привлекали струнные инструменты. Девочка, как в волшебных сказках, видела себя очаровательной златовлаской. Восседающей за арфой и бережно перебирающей ее струны, извлекая мелодичные звуки. Но габариты красивого инструмента пугали родителей и совершенно не соответствовали размерам стандартной московской квартиры. Поэтому от этой идеи будущей актрисе Ирине Мирошниченко быстро пришлось отказаться. Однако мечты о музыке Ирина не забросила. Родители нашли возможность отправить ее в студию при училище. Гнесиных, где она изучала игру на скрипке, а также французский язык. Но после вуза талантливая к музыке и языкам девочка все же отправилась покорять театральные учебные. Заведение, и у нее это быстро получилось. С первого раза Ирина Мирошниченко поступила в школу-студию МХАТ, а сразу после дипломного спектакля, где она смогла отличиться. Первые роли в кино интеллигентная и красивая актриса Ирина Мирошниченко стала получать, едва окончив вуз. Она будет часто играть иностранок, потому что такой стиль – грация. Умиротворенность в пластике не были свойственны советским женщинам. Красоту и шарм актрисы первым отметил драматург Михаил Шатров, который позже стал мужем Ирины Мирошниченко. Он ухаживал за красавицей совсем недолго, боялся, что его нерасторопность приведет к тому, что Ирину уведут. После пары месяцев романтики Шатров сделал Мирошниченко предложение. Она согласилась. Красавец Витаута с Жолокявичу с глаз не мог оторвать от Ирины. Их захлестнули взаимные чувства, которым ни он, ни она не смогли противостоять. Режиссер будто и вовсе забыл, что за пределами съемочной площадки в его личной жизни его дожидаются супруга и маленькая дочка. Говорят, он сделал предложение Ирине Мирошниченко, еще даже не признавшись жене в том, что у него появилась другая женщина. Первое время совместного проживания Ирина Мирошниченко и ее новый муж наслаждались друг другом и упивались своей любовью. Потом все чаще стала находить коса на камень. О третьем браке актрисы мало говорили. Но тем не менее, устав от эксцентричных выходок бывшего мужа Ирина Мирошниченко, нашла отдушину сначала в длительных разговорах. А потом и в совместной жизни с актером Игорем Васильевым. Этот человек был также интеллигентен, начитан и мудр, как Ирина. Им было о чем поговорить, начиная с классической музыки. Заканчивая новинками литературы. Брак наконец-то был удачным. Они понимали друг друга, общались и были не только супругами, но и большими друзьями. Когда выяснилось, что спустя несколько лет брака Игорь Васильев и Ирина Мирошниченко решили расстаться. Причины никогда не назывались. Бывшие супруги остались приятелями, а потом даже. Познакомили друг друга с новыми избранниками и общались с семьями. О том, что же произошло уже спустя много лет расскажет сама Ирина Петровна, все дело в том, что Игорь очень хотел детей, а она все нет. У Ирины Мирошниченко не было детей, о чем она сильно жалела. Более того, штампов в паспорте актриса тоже больше не допустила. Поэтому, наверное, она так и не осталась ни с кем из них. Ирина Мирошниченко увлекалась дачной жизнью. Правда, заниматься грядками не хотела, ездила отдыхать в свой крохотный деревянный домик.